Всем привет! С вами Ольга. Сегодня... Ой! Чуть не упала. Сегодня я впервые за долго-долго время пойду в горы сейчас. И чтобы мне не было скучно, я хочу с вами поболтать, ответить на ваши вопросы. На самые часто задаваемые вы спрашивали, как я попала в Корею, как мы познакомились с мужем. И все такое, в общем, история моя, если вам интересно. Вот, продолжайте смотреть. Но сейчас я всю дорогу не буду себя снимать вот так вот на телефон. Потому что идти в гору и держать палку очень сложно. Поэтому я сейчас... Вот у меня здесь есть камера. Я буду говорить в эту камеру. И вы будете слышать мой голос и смотреть вокруг на корейскую природу, на корейские горы. Все? Поболтаем? Ну что ж, если вы любите слушать истории из чужой жизни, устраивайтесь поудобнее, запаситесь попкорном. Так как свою историю о том, как я оказалась в Корее, я хочу начать с самого начала. Родилась и выросла я в городе Усть-Каменогорск, что находится в восточном Казахстане. Примерно с 12 лет я начала увлекаться танцами. Ходила в танцевальную студию «Тандем». Это в нашем городе был самый знаменитый коллектив современного танца. И уже с тех пор я поняла, что хочу связать свою жизнь именно с танцем. Несмотря на все отговоры родителей, после 9 класса я поступила в колледж искусств на профессию хореограф. С горем пополам отучившись, все-таки современный танец и балет – это разные вещи. Я начинаю подрабатывать то в школе, то в детском клубе. Зарплаты хореографа тогда хватало на одну баночку крема для лица, это я как сейчас помню. И я устраиваюсь на подработку параллельно в корейский ресторан официанткой. В корейский, Карл, это была судьба. Кстати, в Казахстане в то время была очень популярна собачатина. Клиенты в корейский ресторан выстраивались в очередь, чтобы отведать это блюдо. Если в Корее выращивают специальную породу кормовых собак на убой, как я потом узнала, то в нашем ресторане повара отлавливали собак просто на улице. Иногда приходилось им даже воровать собак с поводком, так как воровых просто всех съели. Я не шучу сейчас, это правда. Если в Корее собачатина – это самое дорогое мясо, найти ресторан довольно сложно, то у себя на родине у вас есть шансы отведать дружка в каком-нибудь беляше, шашлыке или шаурме. Как всегда, отклонилась от темы, сорян. В общем, когда я там работала, я узнала, что есть такая страна Корея. До этого я вообще про нее ничего не знала. У нашего повара, он был не кореец, кстати, он русский был, а сестра уже жила в Корее на тот момент, и он мне все уши прожужжал, какая Корея крутая страна. И в один прекрасный день он сообщает мне, что в нашем городе идет набор девчонок с хореографическими данными для выступлений за границей. Я, конечно же, мчусь на кастинг, к тому времени родители мои переехали уже в Россию, они жили в России, и отговорить меня было некому. Слава Богу, я сейчас думаю так, да? Будь моя мама рядом, неизвестно, как сложилась бы моя судьба, так как она меня не отпустила бы за границу однозначно. Да, мам? Прибежав на кастинг, меня ждал не очень приятный сюрприз. Я не подходила по росту, не хватало аж 4 сантиметра. И не растерявшись, я делаю хвост на макушке и становлюсь на ростомер с такой, знаете, мордотяпкой. Мою подля наверняка, конечно, все подметили, но почему-то простили, меня приняли. И началась подготовка, мы разучивали танцы, танцевальную программу, шили костюмы. Все, а потом все как во сне. И, в принципе, Корея пленила меня сразу, с первого взгляда, это, знаете, как первая любовь. И не только каким-то хай-теком, отличающим ее от моего родного города, сколько красотой, вот этой красотой природы, которой я до сих пор не устаю восхищаться. И какой-то домашней уютной атмосферой, запахами вот этими, знаете, когда идешь и пахнет вот этим, корейские аптеки традиционной медицины, и там всякими травами вот так вот пахнет. Запах этот мне на всю жизнь прям въелся в мозг. Вот. А также невероятными людьми, они казались мне инопланетянинами. Почему они такие вежливые вообще, почему такие добрые, улыбчивые, что с ними не так, а парни, какого черта они все такие красивые. Мое первое впечатление от Кореи было похоже на шок или эйфорию, да, и то, и другое, короче, и шок, и эйфория. А еще было то чувство, что в прошлой жизни я, по всей видимости, была кореянкой, и, наконец-то, я приехала к себе домой. В общем, начались наши рабочие будни в Корее, хотя буднями это назвать невозможно было. Это был сплошной праздник, голова шла кругом от новых впечатлений. Представьте сами, в памяти остался просто какой-то калейдоскоп ярких моментов. Если бы мне дали шанс вернуться в свои 19 лет, я провела бы их исключительно так и никак иначе. Потому что интереснее быть не могло в принципе априори. Но хорошее кончается быстро, пришло время возвращаться домой, и для меня это было, как бы это мягче сказать, невыносимо, как в страшном сне. И тут судьба мне подкидывает еще один подарок. После очередного рабочего дня, прогуливаясь с девчонком вечером по веселой корейской улице, это такие улицы в Корее с огромным количеством кафе, ресторанов, вы знаете, да? Мы встречаем компанию парней, которые сидят за столиком в открытом уличном кафе и поют песни «Стинга» под гитару, под гитару. Увидев наши заинтересованные взгляды, они приглашают нас присоединиться. Присоединяемся. Все, уже 15 лет сидим. На самом деле мне сначала понравился друг моего мужа, мы обменялись телефонами, начали дружить. Но мой тогда еще будущий муж, да, он оказался куда более настойчивым. Сначала у меня не было к нему никаких чувств, но поражала его забота. Он решал все вопросы и проблемы за нас. Он был нашей вот такой опорой, какой-то стеной каменной в Корее, да, для иностранцев. Он даже отдал нам свой ноутбук, чтобы мы с девчонками смотрели сериал. Тогда, кстати, как раз вышел сериал «Бригада». И мы залипали на этот сериал. А так как у нас не было компьютера, как бы он нам подарил свой ноутбук. В общем, носился с нами как с вязанной торбой. Подкупила, да. Но как он не старался продлить мне визу, мне все-таки пришлось вернуться домой. Тогда я поехала не в Казахстан, а к маме в Россию. Он продолжал названивать бесконечно. Начал искать пути, как вернуть меня в Корею. Пошел в университет и сделал мне пригласительную учебную визу. Я вернулась в Корею уже в качестве студента. И пока я училась в университете, мы начали уже жить вместе. Так и живем по сей день. Утомила я вас. Сами напросились. Если остались какие-то вопросы, спрашивайте, всем отвечу. Всех люблю. Всем пока. Тот случай, когда казалось, что сказала все, но в итоге не сказала самого главного. Девчонки и мальчишки, но чаще все-таки девчонки, мечтающие о Корее, не слушайте ни-ка-во. Делайте все возможное для осуществления своей мечты. Корея не такая, как в ваших любимых сериалах и клипах. Она намного лучше и круче. Если вы молоды, открыты всему новому, дерзайте. Если не сейчас, то когда, поверьте, в 30 лет, уже гораздо сложнее менять свою жизнь. Корея всегда ждет талантливых, отчаянных и слегка сумасшедших. Не слушайте, когда вам говорят, кому вы там нужны, кто вас ждет, где родился, там и пригодился и прочую чепуху. В современном мире каждый из нас человек мира, и вы вправе выбирать, где вам больше нравится жить. Не слушайте блогеров, также, голосящих про а-ля минусы жизни в Корее. Они сами давно уже пригрели свои попочки здесь и вещают со своей колокольни, какое жаркое же в Корее лето, а зима-то здесь морозная. Но что одному минус, другому плюс, здесь все строго индивидуально. Идите к своей мечте, послушайте старую черепаху тортилу. Уже уж я-то знаю, в каком месте на этой земле рай. Подарили звезды мне чудо за руку, держи меня, было круто. Тупали в ногу до дома, дождь барабанил по лужам. Свечи вино, ужин, кола кино, кружин. По городу повода без, улыбнись, ну же. Вчера перечитала цветы для Элджернона, я в зеркало отыгрывал нелепого капона. Уфи глаза приоткроет музыка, ночи ноты. В треке любовь от меня тебе до Миннесоты. Закатами, алыми рассветами души мы баловали. Песнями, что не допеты, оттенками алыми. Ты мое небо, я по облакам рукой до солнца. Я далечу до тебя, даже если мир перевернется. Ты мое небо, мимо плывут облака. Ты мое небо, это любовь на века. Погоди, не новой только. Дождем по козырькам окатит холодом. Города я по дворам. Я люблю тебя, небо, обогати меня в аду. Назари меня светом, сохрани мою любовь. Унеси меня ветром, расскажи мне обо всем. Наша песня не допета, да поем ее вдвоем. Я люблю тебя, небо, обогати меня в аду. Назари меня светом, сохрани мою любовь. Унеси меня ветром, расскажи мне обо всем. Наша песня не допета, да поем ее вдвоем. Наша песня не допета, да поем ее вдвоем.